На базе институтов Казанского федерального университета функционирует более 120 студенческих научных кружков. Каждое объединение направлено на деятельность социально-гуманитарного, инженерно-технического, естественно-научного и междисциплинарного профиля. Накануне в Институте управления экономикой и финансов состоялся заключительный этап конкурса за звание лучшего научного кружка Казанского федерального университета. Из более чем 120 объединений в финал прошли всего 20. Главной работой кружка являются археологические исследования на археологических памятниках Нижнего Прикамья, то есть на территории Республики Татарстан. И мы ведем полевые археологические раскопки, разведки и уже потом по найденным материалам производим написание научных статей, рефератов, своих дипломных работ и курсовых. Мы занимаемся разработкой новых лекарственных форм с учетом их совместимости и несовместимости. Также мы анализируем рынок фармацевтических препаратов, а также мы изучаем новые биологически активные вещества. Мы лидеры практически по длительным технологиям. У нас весь первый этаж инженерного корпуса это 3D принтеры, 3D сканеры и очень много чего еще. Третий этап конкурса предполагал защиту презентации деятельностью кружка. Прегламента у каждого участника было не более 10 минут на презентацию и ответы на вопросы. За это время представитель команды должен был дать общую характеристику объединения, рассказать о значимых мероприятиях, планах на будущее и достижениях кружка. Мы видим, что потенциал наших студентов, он достаточно высокий. Ребята проявляют крайне высокий интерес к своему направлению подготовки, к своим, так сказать, изысканиям. И это, конечно, обнадеживает. Почему мы, собственно, всегда с волнением относимся? Потому что именно на базе наших кружков порой мы видим небольшие достижения, которые впоследствии могут обернуться серьезными научными направлениями исследований. Конкурсная комиссия оценивала выступления команд по ряду критериев. Умение представлять результаты деятельности последовательно и ясно, качество оформления материала, а также по степени владения информацией. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.